Друзья, всем привет и вы на канале Ушатайка. На прошлой неделе в Санкт-Петербурге прошел турнир ИСЕИ-120, где в том числе дрались Диего Брандау и Салман Джамалдаев. Брандау сорвался, нанес запрещенный удар и в итоге проиграл дисквалификацией. А за несколько дней до этого бразилец в интервью Ушатайки жестко высказался о Марате Балаеве, назвав 45-летнего бойца лжецом. Наш корреспондент Ислам Бабаджанов встретился с Балаевым в Санкт-Петербурге, обсудил с ним поединок Брандау и Салман Джамалдаева, высказывания Брандау, а также песни Морденштерна. Приятного просмотра! Брандау в игре. А я считал, что Брандау, и по Джамалдау я смотрел, что-то, ну не знаю, Джамалдау он такой мужественный парень, но мне казалось, что он, ну вообще все несерьезно воспринимают Брандау. Потому что Брандау он разный бывает, но бывает вообще не готовый, бывает иногда чуть-чуть готовый, но если он готовый хорошо, ну хотя бы процентов на 80, то он серьезные проблемы может составить. Тем более он разнообразнее Молдаева, тем более физически, тем более борьба, тем более во всех аспектах. Там он, лишь бы он был готовый функционально, хоть что-то делать, хоть полраунда тянуть. И тогда он очень опасен. И бой пошел, видишь, такое случилось. Чем-то он смог удивить вас? Кто? Брандау. Я Брандау очень хорошо знаю, очень хорошо знаю. И то, что он сегодня даже лысый, побритый, это означало о том, что он готов. Посмотрите, в Грозном, когда он в каком состоянии, с какой прической даже он туда пришел, он не готовый. Сейчас он готовый при своем имидже и готовый. И я думаю, что ему, в принципе, отступать некогда, некуда. У него уже проигрыши, ему нужно было выигрывать, хочет он, не хочет. И он приехал выигрывать, видно было. Интересный бой был бы дальше. Очень жаль, что он так вот закончился. Он сам не согласен с решением, он считает, что справедливо было бы снять с него балл и продолжить поединок? Нет, я не знаю. Правила есть. В правилах, если есть, и это прописано, то здесь такая ситуация, что тому, кого нанесли удар, он полностью может ситуацию забирать в свои руки и уже не возвращаться в октагон. Был потрясен, не был потрясен, мы не основидящие, никто не может поперек этого решения выйти. А если человек умрет потом, то врач это решение примет, кто примет решение. Вот есть такое решение. Если человек нарушили правила, ударили, он может не выйти и сказать, все, я не могу, все. И люди, не знаю, там в висок прилетела нога, насколько я понимаю, куда-то в челюсть, в висок. И кто может сказать, потрясен он был или нет? И челюсть, и в висок – это те места, которые потрясти могут человека. Из-за этого никто не может. По правилам получается, что вот так, как приняли решение, получается так. После такой победы Салман должен драться за пояс, либо он должен провести незамедлительный матч-реванш с Брандао? Не знаю. Это линии решайте. Не знаю. Поговорим о вас. В какой форме находитесь? Как часто тренируетесь? В плохой форме я нахожусь, можно сказать, прямо. Так иногда чуть-чуть по чуть-чуть там в парной схожу, сольюсь там, потому что вес держать вообще сложно, когда не тренируешься систематически. Иногда там грушу побью, что-то как-то. А так, в принципе, я вот там готовил на соревнования, вывозил пацанов в Москву там, свой там клуб же, выкупил свой. Вот его в порядок приводили. Документы пока в порядок приводили. Ну, уже решил что-то свое, чтобы у меня было, да. И за это время я ничего не делал. И думал как раз в турнире дождусь. После турнира там сядем уже, сидим, поговорим. Мне главное, важное, чтобы мое окружение захотели. Они уже устали все. Потому что я когда готовлюсь, я хуже фюрера, я ору, кричу, сучусь, что-то. Кто-то если уезжает от семьи, я это делаю в семье. Кто тебя ближе всего, твои родные же. Ну, получается, что я им нервы треплюсь сильно. И вот если окружение меня поддержит, потому что я устал уже их мучить. Если окружение меня поддержит, прежде всего, с ними надо говорить, то, возможно, мы вернемся. Это вот надо не только мне одному решать. То есть вы до сих пор находитесь в состоянии дилеммы, да? Да, нет, ну, ничего, как тёлка там, хочу, не хочу. Нет, мы просто сядем, поговорим, если меня поддержат, они просто ждали и турнира, и как раз там переезды у меня, там еще что-то. И вот сейчас время, если мы просто подрассчитали время, сейчас уже край, и сейчас надо решать, потому что если мне нужно там отбиться до какого-то определенного времени, не буду говорить до какого, то нужно уже пора потихоньку приводить всех порядок. Все-таки если близкие, они поддерживают ваше решение, да? Вы бы хотели провести заключительный поединок или же… Это вот как раз таки будет зависеть от этого поединка. У меня и контракт заканчивается, и этот поединок пройдет, видно же будет, как здоровье, что возраст, не возраст, простой, все равно же я не тренировался сколько времени. Вот по этому поединку уже дальнейшее, ну, маленький отрезок возьмем сейчас один бой, и потом уже видно будет, как я его проведу. Потом контракт, нужно разговаривать с ними. Смотря как я его проведу, зависит и контракт, зависит и карьера вся. Дальше, стоит ли, игра стоит свечи или нет. Вернемся к Брандау. Я вот в понедельник с ним общался. Он, в частности, назвал вас Вруном и сказал, что не было никаких личных фотографий обнаженных. И сказал, что лучше не стоит о нём говорить. Так ли это на самом деле и в каких отношениях мы сейчас с ним. С ним? Да. И вообще никакие. Я вообще, в смысле, настолько с тобой так, мы хорошо общаемся, и из этого о нём говорю. Я обычно сейчас по семерям о нём особо не разговариваю. Потому что, ну, с таким поведением человек для меня не человек. Ничем не может обидеть, ничем нет. Ничем не может обидеть, вообще, могут только обиженного. А так, что он есть, что у него нет. Он сейчас о нём говорит что. Он мне, как спорт, он мне проиграл, и реванш я ему никогда в жизни не дам. Он будет бить и мной ходить всю жизнь. Во-первых. Во-вторых. То, что он там сделал, не сделал, это всё равно интернету не обязательно знать. Если я захочу с ним разговаривать, никто не узнает ни интернет, ни ничего. Во-первых. Во-вторых. Я уже за это говорил. Гостей не трогать. Во-вторых. Гостей не трогать. Во-вторых. Во-вторых. Перед боями особо это. Потому что серьёзный бой. Я мог для ИСЕ серьёзно обломать, да, если брондау, что-нибудь бы случилось. Об этом тоже нужно думать. И в-третьих, конечно, вообще на него внимание обращает кто он и что он несёт. Он постоянно несёт какую-то херню. Дурагон. Он мне когда отсюда уезжал, он мне кричал, у тебя есть семья в Бразилии. Ты мой брат. Я с моё с его матерью разговаривал. Мать его кричала, ты сумасшедший боец, туда-сюда. Он плакал, стоял там. А потом оттуда нехорошие вещи. Ну, это специфика его, да, такой человек. И сейчас внимание обращать. О чём вещи? Сильно, сильно захочет, можно будет поговорить с ним. Но я думаю, что сейчас он не захочет. Зачем? Гости же. О чём была вообще беседа с матерью помимо? С матерью Брандау. Ну, мы тогда после турнира приехали. Ну, об этом, наверное, некрасиво говорить. Но уже видео даже видели. Приехали к нему. Ну, там, заходим, он на прямой связи с матерью и слёзы у него там. Ничего, я зашёл там, а мать показала. С матерью тоже поговорила. Извинился, что так получилось. Мурат, мне хочется у вас спросить. Вот сейчас бойцовское сообщество критикует фикца Моргенштерна. Наверняка вы об этом слышали. Удивлюсь, если вы считаете иначе, чем Шлеменко, Самоликов и остальные. Я думаю, что Шлеменко абсолютно прав. Здесь именно, ну, бывает Шлеменко, да, против вот там и выпить, и то, и сё там. Ну, здесь особый случай, здесь особый случай. Почему? Потому что дети неокрепшие. Он, именно, его, кто слушает, они ещё неокрепшие умы, да, они на взлёте вообще своей жизни. И он им закладывает в голову грязь всякую, да, получается. Я просто, я, ну, я пост выложил, пост выложил, когда увидел, сразу перерепостил, как Кляев, сразу перерепостил. Я тоже за, но я сказал, ну, включите мне, потому что я должен послушать. Я только включил, там такая понеслась, первая же песня, там такая же понеслась, даже, ну, не могу сказать. Всё, я больше его не слушал. Ну, там какие-то знакомые мелодии слышал где-то, играл. Ну, вот это то, что там уже грязь понеслась. А представь, молодой, ему надо учить чистоте, светлому, да, что-то, ну, как-то душевной чистоте ребёнка вести. А он им закладывает уже неокрепшим умам вот это всё. Должен быть предел же. Нужно оградить своих детей. И вот Кляева есть дети, у Шлеменко есть дети. И каждый из них переживает за своих детей, когда он им... А они, дети, его слушают. Конечно, они правы, конечно. Тем более, учитывая наш менталитет. За границей там могут, у них своя жизнь. То, что немцы хорошо, нам смерть. Из-за этого, я думаю, что обязательно нужно его, не знаю, куда-то девать. Даже дело не в демократии и прочих моментах, правильно? Да, почему это демократия? Детей, если он целыми днями, он в ухо им поёт, что это нормально, это нормально, это нормально. И они будут так думать, что это нормально. Все же думали, что Макгрегор правильно делает, что вот так себя ведёт, правильно делает, что вот так себя ведёт. И я им говорил, блин, подождите сейчас чуть-чуть, вас научат культуре и всему с нашей страны именно. Так и получилось же, воспитали одного, понимаешь? Но прежде всего выиграли в спортивной части, выиграли, а потом уже воспитали по-другому.